добрый день друзья ночью шел дождь думаю блин дождь грязь пойду полем проеду до дома но как видите земля настолько сухая было что проехать то можно и на лесопеде ладно смотрите тут интересно такой так первая передача пониженно включаешь здесь нужно проехать немножко диагональ и высоковольтная вышка стоит где мы проезжаем под ней я не блокируюсь эти окна пятидверки то можно проехать спокойненько главное потихонечку пониженно включил он без газа сидишь она сама катится сложные такие участки когда медленно отправлять всегда лучше на 1 пониженной катиться сейчас с вами прокатимся по полю то есть не по поле а по полевой дороге но как видите что все сухо даже не знаю стоит записывать видео не стоит записывать видео вот время 9 утра просто нужно мне доехать до дома отвезти кое-какие вещи вот все это я сейчас проделаю на 1 пониженной вот как только напрямую выезжаешь пониженную выбираешь первое повышено и поехали здесь вот песок накат на дальше пойдет черная земля типа чернозема попробуем может быть там прокатнуться нет к сожалению нет нет к сожалению а ну хотя что то есть скользит давайте попробуем смотрите такой эксперимент сделаем так разблокированные мы первое повышено включаю и попробую газ пол на первой повышенной возможно почувствуем зацеп 3 блокировок попробуем хотя вот тормозишь автомобиль скользит давайте от едем посмотрим ну да есть немножко грязи и так смысл чем посмотреть как работает три блокировки у нас я хотел думал сильная грязь но к сожалению нет трогусь руль не держу посмотрите при блокировке как автомобиль себя будет тянуть то есть колеса блокируется и автомобиль идет прямо но тем случаем что автомобиль управляется легко видите абсолютно легко то есть заблокировался когда надо когда надо разблокировалась и никаких за как многие пишут что автомобиль начинает жестко идти нет на самоблоках такого нету на стопроцентной блокировки да это будет еще попробую машина стоит немножко в ямке давайте назад попробуем на задней передачи задняя передача ну то есть видите грязь летит какой-то эффект есть грязевой пленки ну все отлично я пока рад и доволен приобретением дифференциалов повышенного трения от производителя в это почему а вот давайте проект поговорим почему в это потому что как я ранее как-то видео говорил у меня товарищ сосед среди у него шея винила 105 на гос номера и между у него все это стояло переднем мосту заднем мосту стояли самоблоки у него вам свалите куропатки 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 смотри смотри бегут куропатки курочки летают ну и вот первый раз я столкнулся вообще про самоблоки что такого смотрите сколько куропаток ребят целое семейство не знаю видно не видно вот они маленькие большие может какие жирные летают так вот едешь где вы вот кто живет в москве там большие города когда вы вот вы вообще выезжали вот где-нибудь по полю асфальт работа времени ни хрена у вас там нету жить то 6 утра встали 5 утра и в 11 вы приезжаете домой ни жизни ни хрена ничего я считаю ну и вот по поводу самоблоков первый раз столкнулся увидев у Сергея посмотрел как он ездит я был прям в шоке ребята честно сказать в шоке был от его нивы что там по снегу мы ехали я просто держался и но у него там плюс занижение стоит вот и тогда я вот первый раз столкнулся с этим самоблоком ну и связался с производителями пообщались мы и как-то с ними стали вот сотрудничать они вот первый я самоблок купил вот потом какие-то они мне там там небольшие скидки стали делать для того чтобы я их приобрел стал ставить стал показывать вам ну на самом деле продукция классная поэтому вот и самоблоки в это потому что друга знаем вот они мне помогают я им помогаю ну и как видите что ну продукция хорошая без всякого обмана давайте вот в поворот небольшой поворот под газ пол давлю на второй что здесь смотрим как бы здесь не удариться вау 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 сейчас если понесет для дерева поймаю тормозов нету тормозов нету вот смотрите дифференциал не заблокированный автомобиль рулится вообще отлично рулится при нагрузке заблокировалась сейчас мы развернемся там поворотик такой интересно был сейчас секунду попробуем попробуем чего-нибудь сделать а вот давайте на диагональ заедем 1 пониженная автомобиль не сломал то есть переднее левое колесо у нас упирается вообще круто как бы ни пене и страшно перевернешься на чуть поменьше давайте возьмем здесь что же первое пониженно разблокированный вообще легко вообще легко так съезжаем обратно все делаю всегда на 1 пониженной переднее левое колесо будет падать смотрите так пониженную ключа и смотрите чернозем но это земля такая черная его там поворот деревьев нету сейчас попробуем на скорости на 1 повышенной зайти пробуем поехали первое 2 газ пол давлю почти 3 здесь поле по крайней мере не далеко не не вытянет тормоза нажимай тормозов нету так поворот хорошая 2 газ пол газ пол а нет ну идет ровно автомобиль идет ровно Вылетел пауэрбанк у меня. Сейчас зафиксирую его. Так, пишет камера, пишет. Ну, как видели, что на скорости автомобиль не останавливается, потому что, ну, как-никак грязь все-таки скользко. Но автомобиль идет ровно. Никуда его не закидывает, никуда его не кидает. То есть, в поворотах даже, когда мы заезжаем, где-то я газ отпускаю, дифференциалы повышенного трения разблокируются, автомобиль встает. Когда газ давишь, идет нагрузка, дифференциалы блокируются, и то есть все четыре колеса начинают тебя тащить. Ну, я считаю, достойно. Но грязи мало, мало грязи. Будем ждать осени. Будем ждать, когда будет много дождей. Ну, и, конечно, будем ждать зимы. Чтобы проверить дифференциал, конечно, простаточной коробки. Самому интересно, как это в зимний период будет все работать. Там очень интересно. Сейчас вот я, ну, не могу, я пока попытался, я вот, видите, попытался, вот, показать. Но нет вот такой грязи. Ну, вот давайте на чуть-чуть на подъеме. Вот чуть-чуть подъем такой с поворотом. Первая повышенная, с пробуксовкой попробую. Ну, нет, он прям четырьмя колесами гребет. Даже не буксует. Просто даже не буксует. Это наша горсвалка, между прочим. Короче, автомобиль не буксует. Зацепляется двумя колес, четырьмя колесами. И автомобиль тащит. Все нормально. Вот. А вот, смотрите, давайте сейчас я заблокируюсь. Для интереса. Сейчас я, смотрите, дифференциал блокирую. И так же поедем. Посмотрим управляемость. Здесь уже жестко подключаются. То есть, передняя и задняя ось с одинаковой скоростью колеса крутятся. Ну, тем, которым легче. Сейчас что-нибудь найдем, посмотрим. Вот, небольшой поворот. Ну, ладно. Непонятно. Непонятно. Пока не могу вам. Ну, не могу вам показать, что автомобиль мучить, если не получается. Все. Ждем грязь. Потом основные тесты. Давайте. Пока. Если понравился видос, то лайкоса с вас там. Подписочку, ребята. Жду, жду. Пишите комменты. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok